Жить комфортно и без коммунальных проблем. Нет такого жителя Самары, которого не волновала бы тема ЖКХ. Решить наболевшие вопросы можно только при активном участии собственников многоквартирных домов. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Меня зовут Мэри Елчан. Здравствуйте. Как не растеряться, когда дело доходит до реальной коммунальной проблемы? Главную роль в управлении МКД играют сами собственники жилья. Сегодня мы поговорим о наболевших вопросах в сфере ЖКХ и положительном опыте благоустройства. У нас в гостях глава Куйбышевского внутригородского района, городского округа Самара Алексей Коробков и председатель ТОС 26-й квартал Марина Максимова. Здравствуйте. Добрый день, Мария. Алексей Александрович, сколько многоквартирных домов в вашем районе? Порядка 815 многоквартирных домов на территории Куйбышевского района сегодня находятся. Сколько ТОСов зарегистрировано? Шесть. Шесть ТОСов. На ваш взгляд, какая форма управления многоквартирным домом, она самая какая действенная? Ну, скажем так, лично, мой опыт работы показывает, что все-таки товарищество собственников недвижимости наиболее, я бы сказал, ответственная форма, да, когда люди действительно четко понимают, что они являются собственниками, они четко понимают ту ответственность, которую собственники должны нести, и они ее, собственно, несут и с точки зрения эксплуатации управления домом в полной мере реализуют. Но наиболее распространенная форма управления, это, конечно, когда управляющая организация занимается обслуживанием дома, и, соответственно, собственники вот эти свои права делегируют управляющей организацией, за это и платят. Как вообще Куйбышевский район реализует работу по созданию вот этих ТОСов, если мы говорим о ТОСах? Ну, ТОСы, с точки зрения, скажем так, функционал ТОСов несколько иной, он не связан с управлением домом, но, тем не менее, конечно, ТОСы, как, скажем так, организация общественная, они, безусловно, участвуют во всех процессах таких значимых на территории района. Администрация района очень тесно взаимодействует с ТОСами. Ну, что говорить, мы там очень многие задачи решаем вместе, конечно, всячески там содействуем. Если говорить о том, достаточное ли количество ТОСов, вот я сказал, шесть, да, на достаточно большой район, да, численность населения которого там порядка 90 тысяч человек, и на территории которого, как я сказал, там почти тысячи на квартирных домах, ну, 815, если говорить точнее. Ну, исторически такая у нас сетка уже сложилась. Здесь же вопрос не в количестве, а в том, насколько эффективно эти ТОСы взаимодействуют. На сегодняшний день вот те общественные задачи, в том числе и привлечение населения и к вопросам управления многоквартирными домами, и к вопросам благоустройства, и к вопросам решения каких-то жилищно-коммунальных хозяйств, на мой взгляд, в Куйбышском районе реализованы вполне эффективно. Марина Станиславовна, вы у нас как председатель, да, ТОСа, как пришли к этой должности, почему этим всем занимаетесь? Ну, я живу в этом районе постоянно, в Куйбышском районе с 1992 года. До этого времени ежегодно приезжала сюда на каникулы к бабушкам, то есть мне мой район любим, знаком, я знаю каждую очку в своем районе. Я вижу, как за последние годы изменились многие дворы как раз при непосредственном участии активных жителей. Вот. И так сложилось, что с 2017 года, с 2017 года я начала заниматься общественной деятельностью. Ну, вот как-то меня это затянуло, понравилось. Я люблю свою работу, люблю помогать людям. С 2017 года многим помогало в решении их проблем вопросов ЖКХ, благоустройства, помогало проводить собрания, оформлять пакет документов для участия в программе «Комфортная городская среда по благоустройству дворовой территории». Инициативным группам, там, активным жителям помогало организовывать субботники, культурно-массовые мероприятия, в частности праздники дворов, находило спонсоров на сладкие угощения для наших деток. Вот. Ну и, видимо, как бы за столь короткое время своей работы меня многие, в общем-то, узнали. И на очередной конференции в 2019 году моя кандидатура была предложена в качестве председателя территориального общественного самоуправления «26-й квартал» и одобрена делегатами. Так я стала уже вести свою общественную деятельность в роли председателя. А что делает ваш ТОС? Вот в чем функционал? Ну, работа ТОС, она настроена в первую очередь на представление интересов жителей. Хочу отметить, что Марина Станиславовна один вообще из эффективнейших руководителей как раз ТОСов на территории района, хотя у нас все, в принципе, работают очень активно. И я как глава района могу сказать, вот мы в администрации всегда вот все отклики жителей и положительные, и отрицательные очень быстро, ну, получаем, да, в виде обращений граждан и так далее. И вот когда действительно проблемы конкретной территории решаются, да, там понятно, что все равно там количество каких-то там жалоб и так далее, потому что объективное количество проблем их, ну, много достаточно. Но тем не менее, мы видим, что есть какая-то, ну, и обратная связь, и реакция на это. Поэтому вот я хочу тут поддержать, пишем, Марина Станиславовна. Я считаю, что один из эффективнейших ТОСов. Какие-то обучающие семинары, может быть, есть в районе? Обучающие семинары до начала пандемии, до весны 2020 года у нас проводились на уровне администрации города и области. Вот. Также проводили встречи при губернаторе Самарской области Дмитрия Игоревича Азарове с общественными организациями, где общественники менялись лучшими практиками, своим опытом. Как выстраиваются коммуникации с жителями? Легко ли налаживать с ними вот контакт вам, как к председателю? Ну, я считаю, что я человек достаточно коммуникабельный. Ситуации бывают разные. Порой начинается общение, конечно, с негатива, с претензий. Ну, человеку важно что? Чтобы его выслушали и поняли, чтобы с ним поговорили. Соответственно, в процессе общения, когда еще получается помочь решить вопрос или боль, да, я свою проблему не очень люблю, потому что все вопросы у нас, в конце концов, решаемые. Вот. Поэтому дальше у нас проходит уже общение со многими, можно сказать, мы дружим даже, вот, из жителей. То есть такие дружеские отношения все это потом переходит, потому что люди видят отклик, люди видят, что их понимают, слышат и пытаются помочь и помогают. Благоустройство – общее дело. В Куйбышевском районе реализуется инициативный проект «Здоровое поколение». Преображаются пространства, которые ранее не были ухоженными. Жители вносят свой вклад в развитие родных территорий. Ведь добиться результата можно только, если действовать сообща и заботиться о своем жилье. Предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила наша съемочная группа. Сложно представить, но этот пустырь на Егорово-10 вскоре приобретет благоустроенный вид. Здесь уже начали строительство универсальной спортивной площадки. Это станет первой частью проекта. Инициатором преображения территории стала председатель ТОС «26-й квартал» Марина Максимова. В благоустройство своего двора, даже и двора, и дома – это важен вклад вообще каждого. То есть неправильно, если человек заходит в свою квартиру, закрывается за ней, и все больше его ничего не интересует. Если мы, жители, не будем поддерживать эту чистоту, не будем поддерживать этот порядок, если к этому не относиться бережно, то, соответственно, в очень короткое время этого и не будет. В рамках реализации проекта «Здоровое поколение» установит ворота для мини-футбола, стойки с баскетбольным щитом и сеткой. Соорудят ограждения по периметру футбольной площадки для активного отдыха жителей. Численность детей и подростков, проживающих на данной территории, порядка тысячи человек. Подобных спортивных объектов по улице Егорово, которые были бы в шаговой доступности, нет. Поэтому спортивное сооружение необходимо. Мы очень долго ждали, что вот эта местность, эта полянка превратится во что-то дельное. И очень рады, что детки здесь будут заниматься. Место было не обихоженное. И мы очень рады, что появится спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом, ну и, возможно, каким-то другим видом спорта. Помимо строительства спортивной площадки, которая ведется по инициативному бюджетированию, сами жители также вносят свой вклад в благоустройство родного двора и занимаются его озеленением. Высаживают многолетние деревья и цветущие кустарники. Марина Станиславовна, с чего вообще начался вот этот проект «Здоровое поколение»? Мы знаем, что инициатором его выступаете вы. Да, действительно так. Я узнала о том, что в администрации Кубежского района есть положение об инициативном бюджетировании, об этих проектах. Меня это заинтересовало. И получается так, что в процессе работы при организации культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, как раз вот необходимость и потребность жителей улицы Егорова в благоустройстве именно спортивного нового сооружения, да, она была очевидна. У нас в этом году жители одного из двора улицы Егорова сами собственными силами заливали каток, который пользовался большой популярностью. Вот на следующий, в этом году, в этот зимний период также он будет заливаться. Мы планируем подать заявку на участие в проекте «Лучший дворовой каток». С другим районом мы подаем туда ее уже неоднократно. Были и лауреатами, и номинантами, и занимали второе место как «Лучший дворовой каток». Также он там заливается жителями с собственными силами. Вот. И когда я узнала о том, что этот проект существует в администрации Курского района, я вышла с инициативой к жителям улицы Егорова. Ну, в связи с тем, что мы сейчас, коронавирусная инфекция нам внесла свои правила в нашу жизнь, да, собрания мы проводить не можем. Ну, у нас там есть инициативная группа близлежащих домов, которые расположены на территории. Вот. Мы с ними встретились, обсудили. В принципе, они эту идею поддержали. Ну, и, соответственно, определились с проектом, с местом расположения, подготовили пакет документов, собрали подписи жителей и успешно подали заявку, выиграли. И вот сейчас у нас реализовывается. Алексей Александрович, Вы, как глава района, что можете сказать по поводу этой территории и насколько благоустройство там было необходимо жителям? Мы слышим от них, что они давно этого хотели. Здесь две основные позиции у меня будут. Вообще Куйбышевский район, ну, так сложилось исторически, и по многим объективным, по географическим причинам, конечно, с точки зрения благоустройства, долгое время проседало на фоне других городских районов. И поэтому благоустройство, в принципе, любых территорий Куйбышевского района, это вещь просто необходимая в наше время, когда действительно у людей, у всех горожан возрос запрос и именно на качественную городскую среду, не просто уже, да, там на какие-то, там, газон условно, там еще что-то, какие-то вещи, скажем так, в благоустройстве первой необходимости, но уже действительно к качественному подходу к обустройству пространства. Это первый момент. Если говорить конкретно про эти территории, то здесь важно понимать, что, наверное, первично это именно активность людей. Если они вышли, потому что участие в таких программах во всех, оно предполагает, конечно, в первую очередь инициативу людей. Если они действительно проявили инициативу, если они потратили свое личное время, где-то трудовые ресурсы, где-то даже финансовые ресурсы, и собрали полный пакет документов и так далее, значит, независимо от того, насколько вот конкретно эта территория нуждается или не нуждается, значит, совершенно точно там должно быть качественное благоустройство, потому что люди действительно созрели для того, чтобы вот, ну, ответственно подойти к этому вопросу. Поэтому однозначно, конечно, там просто необходимо, необходимо делать то, что нужно людям, которые там живут, собственно. Да, действительно, вклад в жители, он важен. А участвуют ли они в других программах по благоустройству? Ведь это не единственная, наверняка, которая, да, реализуется в вашем районе. Разумеется. Сегодня, в 2021 году, слава богу, очень много, у нас есть разных самых программ, действительно, все, скажем так, карты в руки, и нам, как органам исполнительной власти, и прежде всего людям для того, чтобы вот как раз-таки повышать качество среды вокруг себя. У нас реализуется успешно, я считаю, на территории района, федеральный проект «Комфортная городская среда». У нас очень хорошо и действительно пользуется большим успехом губернаторский проект «Содействие». Причем губернаторский проект «Содействие» пользуется большим успехом как раз в тех частях района, которые были всегда особенным образом обделены качественным благоустройством. И, видимо, вот настолько общественный запрос вот сформировался на фоне этого, что люди действительно, ну, очень активно участвуют в этом проекте. У нас инициативное бюджетирование, да, там Марина Станиславовна касалась этого вопроса. У нас на уровне района тоже непосредственно, да, мы занимаемся ремонтом внутриквартальных дорог и благоустройством территории. И практически все, вот вы правильно отметили, практически все эти программы, несмотря на то, что они, ну, разные программы, несмотря на то, что источники финансирования у них разные, разных уровней бюджетов, идеология их в том, чтобы действительно повышать сознательность людей. И даже если там не финансовое участие, но участие, как я сказал, своим временем, участие своим трудом. И ведь мало создать благоустроенное пространство, надо его в дальнейшем содержать, а это часто гораздо сложнее и затратнее. И мы видим уже по опыту тех проектов, которые реализовывались в прошлые годы, да, там прошло 3, 4, 5 лет, мы видим, что те люди, которые сами проявили свою инициативу, они совершенно по-другому относятся потом к этому пространству, они совершенно по-другому его содержат. Потому что часто, да, то, что, скажем так, ну, было каким-то образом дано, и люди вот в этом никак не поучаствовали, у них немножко отношение к этому, ну, как вот иногда даже потребительское какое-то. Поэтому вот эта инициатива, она на самом деле носит очень такой долгосрочный эффект, и мы это вот наблюдаем. А на будущий год есть уже какие-то заявки по программам? Разумеется, да, практически, тем более сейчас уже ноябрь, конец года, естественно, все планы практически сформированы, поадресные планы мы понимаем четко, в каких дворах у нас будет комфортная городская среда реализовываться, мы понимаем четко проезды внутриквартальные, которые будем ремонтировать вот по программе соответствующей. У нас сейчас как раз-таки еще продолжается прием заявок по губернаторскому проекту содействия, но в целом, да, у нас план на 2022 год, он по большому счету уже сформирован. Да, если можно, я добавлю по поводу участия наших жителей в губернаторском проекте «Комфортная городская среда». Конкретно по территории нашего ТОС в администрацию Куберского района подано 7 заявок, а с 2017 года реализовано на нашей территории 2 заявки, на следующий год еще одна будет реализована. То есть, в принципе, когда, вот я помню, 2017 год, когда мы только начинали и приходили к жителям с этим рассказать об этом проекте, настроения были совсем неоптимистические. Да ладно, вы сейчас нам тут опять поговорите, уйдете, да ничего нам не сделают. Но когда начинались работы, когда люди реально видели, что да, делается, другие дворы тоже проявили интерес. То есть, в 2018 году мы еще оформили заявки, а другие дворов подали. Я надеюсь, что благодаря реализации вот этих вот проектов, программ, все-таки активность наших граждан повысится, да, они потихоньку начинают осознавать, что их дом – это не только их квартира, да, что не нужно туда заходить и закрываться там, прятаться как в норку. Когда человек участвует сам лично, да, даже в том же субботнике, у многих потребительское отношение, я плачу за коммунальную услугу, я не буду выходить на субботник. Я таким людям объясняю, что субботник – это не принудиловка какая-то, да, то есть это… Это вас сплачивает, как соседи, это ваше общее дело. Опять же, на первые субботники, да, там, общаешься с жителем, с активистами, говорят, да вот, Марина Станиславовна, нам было вот тут вот помочь, там, с техникой, там, с инвентарем, да, с мешками, с перчатками, мы вот хотим выйти. Да не вопрос, давайте, там, с управляющей, как они договорились. Администрация Кубежского района, там, выделила мешки, перчатки, да, вот, организовались, написали объявление, повесили. Первый день. Ну, с этого двора вышло, там, сами активисты, ну, плюс, там, два человека. Вот, потом детвора, играющие во дворе, там, подбегает, им интересно, а что вы делаете, а можно мы поможем, там, стали хватать грабельки. Так, все, провели, ну, что, нет, мало, давайте-ка, вот, через недельку повторим. На вторую неделю, так же размещаем объявления, так же помогаю все организовать, выходит уже практически всем двором. То есть, в этом году у нас одновременно, одновременно, ну, весна, сами помните, какая была, да, погода нам не позволяла. И как раз получилось так, что у меня одновременно вышло восемь дворов просто. Там управляющие компании вывезли просто по несколько КАМАЗов с каждой территории убранного мусора, и это не, убраны листвы зимы. И это не от того, что управляющие компании плохо работают. Дворники у нас сейчас, слава богу, ситуация наладилась, управляющие компании у нас работающие, дворники на месте, территория убирается. Ну, люди сами проявили инициативу, да, покрасить малоархитектурные формы на своих детских площадках, побелить бордюры, там, скрепсти листву осеннюю своих полисадников. Ну, то есть как-то соседи друг друга начинают видеть, да, в процессе этой работы начинают общаться, какие-то вопросы решать по дому даже, потому что, ну, допоздна доработали, проработали, домой зашли, все, не увиделись. А здесь уже общение. То есть это не только благоустройство, это социально-культурный проект еще, конечно же. Да, да. Потом у нас есть такой хороший пример, у нас же в нашем районе есть подъезд, буквально, галерея художественная, оранжерея. Вот, есть уже традиции, которые, кстати, вот за последние два года жители соседних домов тоже перенимают. У нас есть небольшие группы в социальных сетях, вот, где мы делимся там фотографиями, позитивными моментами, ну, и, конечно же, обсуждаем проблемные вопросы и решаем их. Вот, и получается так, что есть у нас один дом, у которого подъезд, в одном доме у которого традиция. На каждый праздник оформлять свой подъезд. Есть на улице Егорова замечательные активисты, вот у них в подъезде вообще картинная галерея. Это просто с первого по пятый этаж, весь подъезд увешан картинами. У них даже есть гимн соседа, который висит на входе в подъезд. То есть, заходя в такой подъезд, уже не хочется ни бумажку кинуть там, не буду говорить, что еще сделать. Это на самом деле приводит, я считаю, к уважению друг друга, да? Люди начинают ценить и труд друг друга, и просто уважительно относиться к самому себе в первую очередь. То есть, мы должны понять, что красота вокруг нас, благоустройство вокруг нас, это не только работа управляющей компании, или работа администрации города, администрации района. Это также и от нас зависит состояние той среды, в которой мы будем с вами проживать. Да, Алексей Александрович, я очень правильно отметил, что хороший пример, он заразителен. Поэтому, когда ты видишь, как у соседей, тебе хочется, чтобы в твоем доме было так же комфортно и уютно. И ты понимаешь, что ты можешь внести свой какой-то вклад, свою лепту, чтобы тебе жить было хорошо. Да, ну а в тех вопросах, которые не зависят от жителей, там, конечно, подключаемся мы и с администрацией Куршского района стараемся в короткие сроки решить. Эффективной площадкой для общения с жителями сегодня стали социальные сети. Ежедневно муниципальный центр Самары фиксирует сотни обращений горожан. Большинство из них касаются благоустройства, ремонта внутренних коммуникаций, уборки мусора и несанкционированных свалок. Все обращения обрабатываются в короткие сроки и решаются оперативно. О том, как это происходит на практике, расскажем в нашем следующем сюжете. Ветки от спила деревьев, которые появляются во дворах Самары после борьбы с аварийными зелеными насаждениями, зачастую вывозятся рабочими не сразу. Что дает лишний повод для разговоров и недовольства горожан. На одной из таких свалок пожаловали жители 23-го дома по улице Главной. Сухостой лежал у дороги. Самарцы составили обращение и опубликовали его в социальных сетях. На просьбу убрать мусор сразу же отреагировали в администрации Куйбышевского района. Учитывая, что улица видовая, оперативно было принято решение к уборке, как раз то, что и наблюдали, трактор, техника приехала и все убрали. Именно через социальные сети в последнее время приходит довольно много обращений от жителей областного центра. За месяц муниципальным центром управления Самары зафиксировано и передано в работу более 4000 сообщений от граждан. Важно изучить каждое и отреагировать на просьбы самарцев вовремя. Конечно, стараемся оперативно отработать, как говорится, решать вопросы с колес, не откладывая их в долгий ящик. Ветки с указанного адреса вывезли. Территорию оперативно привели в порядок. Жители близлежащих домов остались довольны. Для них этот жилой район представляет историческую ценность. Здесь была церковь. Сейчас остался памятник. Здесь проходит крестный ход. Мы убираем здесь мусор, чтобы не было крупного мусора. Любуемся, приучаем детей. Неравнодушие к чистоте своей придомовой территории помогает жителям Куйбышевского района своевременно решать трудности, возникающие в сфере коммунального хозяйства. Все вопросы обсуждаются коллективно. Обращение направляется через социальные сети. Это не только существенно сокращает время доставки сообщений в администрацию района, но и позволяет оперативно донести информацию до профильных ведомств. Алексей Александрович, в ваш район с какими проблемами, чаще всего, коммунальными проблемами обращаются жители? На сегодняшний день это, конечно, проблемы, связанные с сетями водоснабжения, с сетями водоотведения. Не секрет, что на территории Куйбышевского района тоже так исторически сложилось. Сети более изношены, нежели в других районах города. Почему это произошло? Потому что в свое время район активно застраивался ведомственным жильем предприятий, которые на территории района осуществляли свою деятельность. Тот же нефтеперерабатывающий завод, Волгбурмаш и другие крупные предприятия. И они, соответственно, создавали жилищные микрорайоны вокруг себя для рабочих. И плюс прокладывали все сети. Часто это было, скажем так, не совсем профильными организациями производилось. Поэтому изначально там были определенные инженерные ошибки. Но плюс прошло время, когда уже, соответственно, это не профильные активы для предприятий. И поэтому постепенно, постепенно сети переходили уже в профильные ресурсоснабжающие организации. И на территории Куйбышевского района этот процесс, скажем так, завершился условно гораздо позднее, чем это было, как я сказал, в остальной части города. Здесь есть, конечно, положительные сдвиги в этом вопросе. У нас в прошлом году, в конце года, в ноябре 2020-го, наконец-то, Самарские коммунальные системы зашли в части обслуживания сетей водоснабжения. И, конечно, оперативность устранения утечек. Плановость в момент подготовки к новому сезону, конечно, вышла на другой уровень. Есть у нас и сохраняются проблемы пока по водоотведению. Но там тоже наметились, конечно, скажем так, перспективы, которые позволят и этот вопрос нам решить. Кроме того, это вопросы, связанные с деятельностью управляющих организаций. Но здесь я хочу сказать, что за последние два года ситуация в лучшую сторону тоже изменилась. Особенность Кубежского района была в том, что долгое время управляющая организация, по сути, в монопольном положении находилась на территории района, обслуживал весь жилищный фонд. И со временем эта управляющая организация, скажем так, совершенно перестала как-то реагировать адекватно на жителей, на своих. И, в общем-то, ну, рынок есть рынок, да, и теперь этой управляющей организации, по большому счету, нет. Теперь, наконец-то, появилась на рынке управляющих организаций Кубежского района нормальная здоровая конкуренция. Как Марина Станиславовна отметила, теперь у нас действительно этих проблем гораздо меньше. Но в силу того, что жилищный фонд тоже не везде новый, конечно, на, скажем так, качество содержания тоже приходят обращения. Как вы тоже заметили, есть у нас обращения достаточно большие, связанные со свалками. Вот, мы максимально оперативно это отрабатываем. Но здесь тоже специфика такая, что все-таки географический район, ну, по сути, на окраине города находится, и объективно таких вот мест больше. Вот, еще один бич района – это кражи крышек, люков. Понятно, что есть определенный экономический интерес у людей, которые этим занимаются, да, мы совместно с правоохранительными органами эти вопросы, конечно, решаем. Но просто тот объем и масштаб, вот, допустим, в 20-й год количество таких эпизодов сотнями исчислялось даже. Представляете, что это такое? Это вопросы безопасности. Конечно, тоже по всем линиям обратной связи для жителей поступают такие обращения. Вот, это даже привело к тому, что мы у себя в администрации района подвенственного предприятия сформировали аварийный запас тоже каких-то крышек, хотя, ну, по сути, просто для того, чтобы обеспечивать безопасность в этом вопросе. Ну, в общем, спектр вопросов достаточно широкий. Вот, но вот в том числе, конечно, муниципальный центр, да, он позволяет систематизировать, организовать полностью эту работу по обращениям граждан. Ну, плюс требования очень высокие задаются, да, реально дается очень немного времени на обработку, вот, и мы стараемся соответствовать этим требованиям. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Это была программа «Совет моего дома». Мы поговорили о том, как повышается комфорт городской среды при активном участии жителей. У нас в гостях были глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Алексей Коробков и председатель ТОС «26-й квартал» Марина Максимова. Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова